Стоит прохладная погода у нас. Идут коротковременные дожди. Для роз такие дожди не критичны. Они все цветут шикарно. Им повезло. Всю неделю будет такая погода. Красота! Подарок Господа Бога за труд мой, наверное, мне. А это роза Навалис. Вот какая. Вы видите, красотуля. Флорибунда. Ну, как вот язык не поворачивается сказать. Ох, вы видите, это Флорибунда. Это самая настоящая кустовая роза. Но в каждом ролике говорю, что аналичане не согласны с классификацией Флорибунда. Они называют эти розы, кустовые розы со цветиями. И это правильно. Но вот смотрите, кустовая роза со цветиями Навалис. Показывает свою красоту, когда именно вот такая погода. Все. Если будет жара, сразу высохнут. Не то, что они у нее спекаются, они у нее высыхают. Цветы стоят засушенные. Хоть в гербаре их куда-то помещай. Вот. А здесь вы видите, какая красота Навалис. Цветок у нее очень красивый. Это вообще шедевр, а не цветок. Кордес здесь постарался. Видите, какой цветок. Ну, конечно, ее шарм в том, что она сиреневая. Сиреневая роза. Абсолютно сиреневая роза. Сиреневая роза. С таким красивым цветком Навалис. Просто чудесная. Мне попросили, когда же вы покажете свою Навалис. Вот я показываю эту Навалис красавицу. Я ее посадила еще два куста рядом с карамелой. Здесь она растет с пастелой. Вот. Потому что вот пастела. Видите, какой у нее мелкий цветочек. И тон такой светлый она. А Навалис сиреневая. Такая красавица. А справа она располагается роза фасцинация. Вон там вообще сложный цвет, но она очень красивая. С ней смотрится. Вот. Вот как смотрится. Перелив такой. Видите? Волной. Очень красиво. Высота розы сейчас 2,5 метра где-то. Позапрошлом году, то есть 2 года назад, я ее 2 сезона, будем говорить, осенью. Позапрошлого года я ее обновляла. Я ее срезала на высоту где-то 70 сантиметров. За 2 года она способна вот так вырасти. Видите? Что не делай, растет и радует вас. Когда ее обрезаешь, не очень радуешься. Вот. Потому что, ну, это махина страшная, высокая. Вот. Видите, какая здоровенная. И у нас дули ветры. Дули ветры с Эльбруса. Эльбрус у нас находится там. Ее наклонило. Видите, как. Ну, вот где такой, какой опор? Там опора стоит где-то 2 метра труба. Вот. Вот. Ну, все равно вот так выглядит. Привязываю ветви. Она вся связана. Вся связана. Связываю я... Мне спрашивали за опоры. Вот эти кустовые розы, как вот на валис, огромные, да? Их нужно связывать, когда они уже выпустили плетель для цветения. То есть, бутонов еще нет. Но вы видите, где срез находится. Вот срез. Видите? Стебли. Срез. Прошлогодних стеблей. Остальное это прирост этого года. Вот он. Молодой. Вот в этом месте нужно связывать розу. Сразу же. Кустовую. Вбита труба там. Мощнейшая. И все плети, все совершенно, вернее, не плети, а все, все ее ветви, на которых она будет формировать плети, нужно привязывать к опоре. Обязательно. Иначе все это развалится. Вот видите, она там у меня вся связана. Вот. Вот такое огромное. Такие розы выращивать очень трудно. Я имею в виду трудозатратно для себя. Потому что они требуют и подвязки, и... И обрезки, правильного формирования куста. Но, как сказать, вот если вы хотите такую красу, то придется потрудиться, называется. Вот. Навалис. Погода все время такая стоит, поэтому снимаю по такой погоде. Общий план вот такой. Здесь находится у меня роза. Это у меня Лорена Саммерхаус. Здесь вот на переднем плане находится и Ханзештадт Росток. Вот. Перелив. Видите, какой красивый. С этой розой. Затем находится Пастела. И потом Навалис находится. А там к ней примыкает розенфасцинациум. Ну, я считаю, что мне удалось здесь создать красоту. Вот. Вот такая красота. Прелесть. Это красотка Лорена Саммерхаус. Это роза Патио. Вот смотрите, какая она красивая. Прелесть. Вот так открывает свои бутоны. Бутоны у нее не портятся. Ну, дождей особо не было. Вот сейчас пасмурно. Сейчас пасмурная погода. Вот. Очень красивая роза. Мне она понравилась. Смотрите, какие рюшечки по краюшку лепестков. И открывается она вот в такую вот розу. В центре бывает сначала сиреневый, потом розовее цвет. Вот. Ну, в основном розовый. Вот. Видите, какая. Такие бутончики. Смотрите, сколько бутонов. Такие пирожные на кустике розы. Самые настоящие. Кустику моему три года. Он высотой где-то сантиметров 70. 70. Ширина куста. Это, если вот так смотреть, от того соцветия до этого, где-то 90 метр ширина. Красивая. Очень роза. Лорена Саммерхаус. Видите, как смотрится. Сханзештат Росток. А выше стоит пастела. Бушует. Вот так. Такая вся композиция. То есть, Лорена пересекается по цвету с пастелой. Вот. То есть, это светлые тона. Но у нее много зеленого цвета. Видите? Какой зеленый цвет в бутонах. Соцветия у нее очень прочные. У этой розы. Она их держит хорошо, без всякой подвязки. Очень прочные соцветия. Вот какая. Какая красивая она. Прелесть просто. Цветок держит очень долго она. Он у нее начинает краешки лепестков становиться коричневыми. Ну, стареть иными словами. А так держится две недели и не менее будет красота у вас. На самом деле дольше. Если будете выламывать вот цветы, которые будут уже портиться. Они через две недели где-то портятся начнут. Дожди идут. Она особо на дожди не реагирует. Вот. Это роза. Вот какая красивая. Видите? Стоит в каплях дождя. Красотка необыкновенная. Вот как смотрится вся группа здесь. Красиво. Пастелла. Я рассказывала в прошлом ролике про нее. Про пастеллу. Это замечательная роза для сада. Вот смотрите. Она была. Открывается ярко-розовая. Вот такая. Розовая. Ну, не яркая. Такая. Нежно-розовая. Потом у нее цветы зеленеют. Вот она стоит. Это она выгорает уже. Вот. И мумифицируются и стоят зеленые. Очень долго она вот так будет стоять. Кремово-зеленая. Розовая сначала. Потом кремово-зеленая становится. Ну, разные цвета меняет. Вот такая она стоит. Вот. Поэтому, когда ее показывают розоводы в саду, то многие пишут, я под роликами читала, ой, это какая она у вас. Такого цвета у меня нет. Нет, нет. Она бывает всех цветов. Только надо наблюдать за ней. За этой пастеллой. Хороша. Цветок небольшой. Дождя не боится. Кус держит шикарно. Пастелла. Чудная роза. Очень она мне нравится. Она растала намедленно у меня. Я думала, что это просто такая розочка. Потом нет. Она выросла. Розе 6 лет. Но она, видите, какая компактная. Высота куста где-то полтора метра. Или метр сорок. Сейчас я посмотрю ниже спущусь. Да. Даже метр тридцать пять где-то высота куста у нее. Отличается тем, что гонится цвете. Вот такие. Смотрите. Дает очень много побегов. Гонится цвете. Огромные. Цветет на них. Шикарно держит их. Поскольку они легкие у нее. Не валится она. Эта роза. Что очень хорошо. Но там есть у нее кол. К которому забит привязанные основные стволы. Вот. Вот такие. После срезки. Видите? Вот ствол срезан. Вот здесь. На высоте где-то 65-70 сантиметров срезан. И вот она дала соцветить. Это молодой побег у нее. Прошлогодний. Вот. Вот так цветет. Поставила раз чудесная роза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова